Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Это самые интересные новости уходящей недели. Студия Олеся Корецкая. Коротко о главных темах. Внимание, знаки! Грозит ли штраф самарским водителям, если шипы есть, а знака нет? Выезд из города необходимо сохранить. Как будет организовано движение по Южному мосту на время ремонта? Самарцы в ожидании ждуна в 3D. Студенты Политехнического университета налаживают производство фигурок популярного интернет-мема. Незаконные киоски не пройдут. Пресекать их установку будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Самарский взгляд на жизнь через объективы фотокамер. Из сотен работ на Самарской фотовыставке выбрали лучшие. Знаки повсюду. Новые правила дорожного движения обязывают водителей крепить специальные наклейки на стекла автомобилей. Значок шипы нужно наклеить всем, кто использует шипованную резину. В противном случае грозит штраф. Изменения коснулись и начинающих водителей, а также тех, кто ездит на мотоциклах. Что еще нового принес апрель для участников дорожного движения в нашем сюжете. Знак шипы в магазине запчастей на переднем плане. Спрос на него на этой неделе вырос в разы. Ну если раньше мы ими вообще не торговали, то есть они не нужны были по сути, то сейчас лично мы в день продаем штук 30. А значок начинающий водитель тоже у вас берут? Ну спрашивают, да, спрашивают. Ну и дети в машине тоже начали спрашивать. Вариантов масса. Односторонние и двусторонние тонкие наклейки из ламинированной таблички. Разброс цен от 35 рублей и выше. Водители раскупают быстро. Переживают, что знаки есть не во всех магазинах. Знак шипы можно нарисовать самим, но не так пальцем по стеклу, а на бумаге, как в детстве красками или на компьютере, а потом распечатать. Длина каждой стороны должна быть не менее 20 сантиметров. Ширина вот этой красной каймы не менее 2 сантиметров. Сама буква «Ш» черного цвета на белом фоне. С 4 апреля изменились правила дорожного движения. На машинах с шипованной резиной знак шипы обязателен, иначе штраф 500 рублей. Пока нарушителей рублем не наказывают, только предупреждают. В ГАИ поясняют, знак нужен, чтобы лучше сориентировать других участников дорожного движения. В летний период времени, если водитель движется у нас на данном автомобиле, у него остановочный пульс до момента возникновения опасности, до точки соприкосновения, скажем так, с пешеходом, в экстренной ситуации с автомобилем, будет гораздо выше, нежели чем у автомобиля, у которого не установлены колеса с шипами. Водители к новшеству отнеслись скептически. В апреле машины переобувают в летнюю резину. Но есть изменения в правилах и на все сезоны. Водители со стажем меньше двух лет обязаны вешать значок «начинающий водитель». Ну, начинающий водитель – это да, чтобы видно было, что он еще недавно только сел за руль, и то, что нужно его или пропустить, или дать ему какую-то возможность уйти, проехать. А вы сами даете им дорогу? Да, как же, это лучше и сам целее будешь, и он проедет. Начинающим водителям также запретили буксировать кого-нибудь на тросе. Не забыли и о мотоциклистах. Без нужного двухлетнего стажа водитель категории А не может перевозить пассажиров. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Масштабный ремонт и минимальные неудобства для горожан. Организация движения в связи с частичным закрытием на ремонт Южного моста в центре внимания городских властей. Прорабатываются все возможные варианты перераспределения потока машин и пассажиров общественного транспорта. Это объездные пути, электрички и даже переправа по воде. Наиболее рациональные пути обсудили на совещании в мэрии Самары, участниками которого стали представители Министерства транспорта, ГИБДД, Железной дороги и Речпорта. Капитальный ремонт Южного моста стартует уже в середине следующей недели. Впервые за 40 лет проведут столь масштабные обновления. Ремонтировать будут все от опор до бордюров и асфальтового покрытия. Конечно, некоторые неудобства автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется потерпеть. На время ремонта закроют половину Южного моста. Для движения останутся только две полосы по одной в каждом направлении. Грузовой транспорт на мост не пустят. А пассажирам автобусов нужно будет делать пересадку в поселке Толево и идти пешком до улицы промышленности. При этом платить за проезд придется только один раз. Автобусные маршруты, все которые в Южном направлении у нас двигались, мы предусмотрели. Также и Министерство транспорта, межмуниципальные маршруты тоже будут следовать по укороченной схеме. И с пересадкой после пешего перехода будут осуществлять перевозку своих пассажиров дальше по маршрутам. Пассажиру не нужно будет платить дважды за вот эту пересадку. С перевозчиками это уже оговорено. Городские власти рассматривают все варианты, как минимизировать неудобства для горожан. Так, между Новокуйбышевском и Самарой будут ходить семь дополнительных электричек. С учетом уже имеющихся составов будет семнадцать. Рациональный вариант нашли и для дачных перевозок. Семь маршрутов автобусов, которые раньше отправлялись с автостанции «Аврора», теперь поедут от Хлебной площади. Такой вариант будет самым экономичным для дачников. Прорабатываются варианты организации автобусов от железнодорожной станции «Красный крыжок». Во всех местах, где изменится схема движения, установят информационные аншлаги. Ситуация непростая, значит, надо всем потерпеть. От наших совместных усилий зависит то, как люди воспримут и как они это лето с каким настроением проживут. Поэтому, пожалуйста, максимальное усилие, максимальное внимание, максимальная ответственность от каждого из нас. С учетом того, что через Южный мост будет проходить большое количество людей при пересадке на автобус, глава Самары Олег Фурсов поручил подрядчикам организовать дополнительную охрану объекта. Завершить масштабный ремонт строители должны в октябре. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Технологии после завтрашнего дня. В Самарском техническом университете готовятся строить здание на Луне. И для строительства будут использовать принтер. Начали с малых форм, напечатали популярную в интернете ждуна. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого, который сидит на стуле в комнате ожидания. Придумала его художница из Нидерландов Марглит Ван Бреворт. И образ очень прижился в нашей стране. Как же напечатать ждуна, выяснила Марьяна Мирная. Посуда, сувениры, шахматные фигуры и многое другое можно просто напечатать на 3D принтере. Технологии экономят время, деньги и позволяют производить единичные экземпляры. И для этого не нужно громоздкое оборудование. Деталь, патрубок. Их требовалось для отладки производства, запуска изделия, всего лишь 6 штук. Для того, чтобы сделать 6 штук, нужно сделать, по сути дела, если по технологии, достаточно дорогостоящий комплект оснастки. Мы обошлись дешевым комплектом оснастки, который был сделан на основании модели, рассеченной по оси симметрии. В канун 1 апреля или Дня дурака на кафедре литейной технологии решили пошутить и напечатали на 3D принтере популярного в социальных сетях героя – ждуна. Шутка пришлась по душе и в университете, и среди самарцев. Но мало кто понимает, что забавная фигурка – это технологии после завтрашнего дня. В университете уже сформирована специальная междисциплинарная группа для создания лаборатории 3D-печати строительных объектов на Луне. Коротко в чем прелесть этого. То, что не везти кирпичи с земли или строительный материал с земли, как предполагалось, а отправить туда принтер и из лунного грунта печатать кирпичи и собирать в сборные конструкции. Что, конечно, будет экономичней, потому что килограмм груза выводимого на орбиту стоит не один миллион рублей. Любую фантазию можно воплотить в реальность. Достаточно нарисовать на компьютере объемную модель готового изделия, определиться с материалами – пластик, металл или даже бетон – и нажать на кнопку «Пуск». Чтобы сделать одного вот такого ждуна, необходимо 20 граммов пластика и 3 часа времени. Из одного килограмма пластика получится около 37 или 40 таких фигурок. Пока их в университете находится только 3, но в скором времени обещают, что наладят серийное производство, и каждый желающий может заполучить себе такой сувенир. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Незаконные киоски не пройдут. Обычно нелегальные ларьки устанавливают в вечернее время. Пресекать такие нарушения будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Нарушителям грозят серьезные штрафы. О киосках, лотках и рекламных счетах, которые вышли за рамки закона, говорили на совещании в городской администрации. Как черт из табакерки, периодически в разных районах Самары появляются незаконные киоски. Ставят их без разрешения и необходимых документов, следовательно и продукция, которую торгуют в таких ларьках неизвестного происхождения. Контролировать, чтобы неприглядные и незаконные киоски не возникали во дворах рядом со школами, будут специальные мобильные группы. Их создадут в каждом районе. Мы неоднократно получаем жалобы на размещение несанкционированных объектов потреб рынка. Я в пятницу был свидетелем такого монтажа. И вместе с главой и сотрудником полиции мы пресекли это деяние. И мной принято решение о создании районных групп мобильных, которые будут работать в вечернее время, ориентировочно с 6 вечера до 12 ночи, для того, чтобы выявлять такие акты, такие попытки. Если люди хотят заниматься резонным бизнесом, они должны пройти определенную, скажем так, логику регистрации, и получить разрешение. Не место на улицах города и незаконной лоточной торговли. Неизменные спутники таких развалов, грязь и мусор. К тому же за качество продуктов никто не ручается, а значит, они могут быть просто опасны для здоровья. Уже две недели сотрудники Департамента потребительского рынка и услуг вместе с полицейскими проводят рейды по местам такой нецивилизованной торговли. Нарушителям закона выписывают штрафы. На прошлой неделе, 30 числа, у нас был выход в Куйбышский район, Пугачевский тракт 19-25 и Молодежный переулок 20. Составлено 12 административных протоколов. Работу продолжаем дальше. Порядок наводят и в сфере рекламы. Незаконные щиты долой. Коснется это и тех конструкций, что установлены на частных территориях. Собственниками земли, которые разрешили разместить на ней нелегальные рекламные щиты, будут работать межральонные группы из сотрудников администрации города, прокуратуры и полиции. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. Готовность номер один. Службы благоустройства и ЖКХ демонстрируют спецтехнику. Тракторы и погрузчики, самосвалы и мини-машины будут брошены на защиту чистоты и порядка на улицах города. К напряженной работе готовы и дворники. Марина Матвейшина продолжит. Она грязи не боится. На тест-драйв в Самару прибыла пылеуборочная машина элеваторного типа. Своё серьёзное название техника оправдывает возможностями. Она способна убирать с дорог слежавшуюся за зиму грязь, даже если слой её достиг 5 сантиметров. Вместе с пылью в бункер отправляется и мусор, который дорожный пылесос втянуть не может. Раньше нам необходимо было ставить погрузчик, людей с лопатами и вручную это всё убирать. Сейчас при средней скорости 3-5 километров в час у нас производительность повышается в десятки раз. Погрузчики, тракторы, самосвалы, почти 150 единиц спецтехники сегодня выставляют на площади Куйбышева. Ковшины очищены, щётки взъерошены, дворники вооружены метлами и граблями. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет готовность служб ЖКХ и благоустройства к генеральной уборке города. Есть моменты, где недостаточно приобретено инструмента, который будет использоваться для раздачи населения, количество мешков. Вот эту ситуацию мы сейчас в течение 2-3 дней поправим, управляющая компания, они доукомплектуются и будут работать. Большая весенняя уборка города уже началась. Все службы в полной боеготовности. Скоро подключатся и самарцам. Горожане настроены выйти во дворы, чтобы привести их в порядок. Управляющие компании предоставят людям краску, известь и необходимые инструменты. Марина Матвеевна, Станислав Левин, События. С заводными песнями в приятной компании под весенним солнцем студенты высших и среднеспециальных учебных заведений вышли на первый городской субботник. Почти 200 ребят совместно с Самарским домом молодежи и активистами молодежного движения «Чистый город» убирались на Крымской площади. Раскидывать снег и собирать мусор им помогал Андрей Горгуленко. В Самаре наконец-то установились теплые деньки. И чтобы помочь весенней траве пробиться к солнышку, на первых городских субботниках необходимо разворошить снег. Чем сегодня с удовольствием и занимались студенты Самары. Ирина Сидорова – координатор группы. За ее плечами уже не одна городская уборка. Ирина уверена, что ее личный пример вдохновит сокурсников. Ну вообще чистоту, да. Я считаю, что нужно поддерживать. Начинать нужно с себя. Каждые порывы к чистоте. И прежде чего убираться дома, потом убираться на улице, в собственном городе. И от этого жизнь счастливее станет. Чтобы внести в скучный процесс интригу, организаторы разделили ребят на команды. Те, кто соберут наибольшее количество мешков с мусором, получат подарки. В этом году у каждого молодежного субботника будет своя тема. Часть будет посвящена победе в Великой Отечественной войне. Часть года экологии. 12 апреля в парке Гагарина главная тема – покорение космоса. А благоустройство Крымской площади проходило под девизом «Россия и Крым вместе навсегда». Объединившись этой замечательной тематикой, прекрасно, на мой взгляд, убрались на территории Крымской площади. По опыту прошлых лет видно, что ребятам интересно принимать участие не просто в действии, но еще и в таком развлекательно-познавательном характере они проявляют себя наиболее активно. Благоустройство проводят по программе «Молодежь Самары». Ее основная цель – создание условий для социального становления молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах всего общества. Она помогает студентам воплощать свои социально значимые проекты, а также способствует развитию молодежной политики. Идея акции заключается в том, что молодежь убирает те площадки, где потом будет летом отдыхать, гулять, наслаждаться прекрасными самарскими видами, прекрасным самарским летом. На самом деле очень здорово, что молодежь откликается на такие призывы, приходит. Ну а наша задача как организаторов – обеспечить им все условия для того, чтобы они могли свою активность пустить в мирное, в созидательное русло. Столь полезная акция на Крымской площади стала первой в большой череде экологических праздников с участием молодежи. Активисты движения «Чистый город» поработают в каждом районе Самары. До 21 апреля планируют организовать 15 субботников. После уборки студенты еще долго не хотят расходиться. Ну, вы сами видите, мои дети все танцуют, это все мои, пляшут, поют. Настроение, в общем, очень веселое, задорное. Я думаю, они передадут остальным. У меня еще третий курс, они тоже пришли у меня, пришли добровольно, сами. Поработал «Отдохни» – под таким девизом проходит яркий городской проект. Самые активные участники «Месячника по благоустройству» получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии и концерт звездного коллектива на площади Куйбышева 22 апреля. А также купоны на скидки в супермаркетах. Кроме того, в качестве поощрения предусмотрена выдача цветочной рассады и саженцев деревьев для тех, кто наиболее эффективно сумеет навести порядок в своих дворах. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В тепле и сухости условия проживания жителей еще двух домов в Самаре стали комфортнее. По программе капитального ремонта привели в порядок фасад дома 126А на Льва Толстого и отремонтировали крышу в доме 137Б на Мичурино. Жители высказали свои пожелания по работе, мы, как всегда, к ним прислушались. Подробнее о новой жизни старых домов расскажет Марьяна Мирная. В квартирах на последнем этаже в этом доме на Мичурино в любую непогоду случался потоп. Жители били во все колокола и, наконец, по программе капитального ремонта крышу привели в порядок. Испытания зимой она достойно выдержала. Снимали всю крышу, после настилали нам сначала эту гальку, потом заливали битумом, потом уже опять чем-то там открывали и два слоя вот это. Но зима у нас прошла очень хорошо. Слива не было, у нас этот стекло сделали. Ну, все нормально пока. А этот дом на улице Льва Толстого был построен сто лет назад. И до того, как фонд капитального ремонта им занялся, он выглядел весьма плачевно. Теперь же фасад очистили от пыли, заделали швы, провели гидроизоляцию и утепление. А затем покрыли поверхность декоративной штукатуркой и водоотталкивающим составом. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал, по стенам трещины, вся штукатурка практически была отвалена. Трещины очень глубокие. Мы даже хотели его снять, как аварийный дом, но сказали, надо его восстанавливать. Сегодня большое внимание уделяется ремонту фасадов многоквартирных жилых домов. Это делается для того, чтобы предотвратить опасность аварийного обрушения и сделать проживание собственников в доме более комфортным. Когда заходим в такие объекты, мы, соответственно, с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят. И, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели и соответствуем с их качеством. По региональной программе капитального ремонта в регионе уже привели в порядок более двух тысяч домов. Выросла и собираемость взносов. Она уже почти достигла 100%. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Судак – фаршированный, настоящий полковник. Десерт – нежная рапсодия. И десятки самых разных кулинарных изысков. Комбинаты школьного питания представили свои авторские блюда на конкурсе профессионального мастерства. Это первый такой фестиваль в Самаре. Его задача – показать, на что способны повара и дать им возможность обменяться опытом. С организаторами и участниками пообщался Олег Зверев. Буфетчица Зинаида Арчибальдовна, а вне шоу Ольга Кукуева – ведущий городского кулинарного конкурса. Впервые в Самаре соревнуются комбинаты школьного питания. Место действия – новая школа номер 7. Это, пожалуй, самый ответственный кулинарный поединок. Да и конкурсанты – настоящие мастера своего дела. Это грибрические номера, понимаете, кулинарного искусства. Монефик. Настолько превосходно, что нельзя не влюбиться. Креативная идея – вход для участников на фестиваль через буфет номер 5 советского типа. На самом деле требования к предприятиям только современные. Школьным поварам доверяют самое дорогое, и они должны строго выполнять правила по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Современные стандарты четко обозначают содержание здорового питания. В школьных столовых уже не подают жареную колбасу с макаронами. Первое, второе, третье должны соответствовать самым строгим требованиям. И не менее важен внешний вид. Каждое блюдо должно быть оригинально оформлено. В состав жюри входят не только профессиональные дегустаторы, но и руководители ответственных городских подразделений. Не факт, что каждый из этих кулинарных шедевров появится на столе у школьников. Но авторы должны показать свое мастерство во всей красе. А пока официанты преподносят блюда на оценку, их создатели томятся в ожидании. Из года в год требования повышаются, но они повышаются по нескольким критериям. Это должна быть калорийность, должна быть насыщенность, должно быть разнообразие в пище детей. И должно присутствовать немножко хотя бы домашние клубни. Сегодня комбинаты школьного питания должны работать в тренде мировой кулинарии. И главный эксперт – простой самарский школьник. Важно и приготовление блюда, качество блюда. И, конечно, внешний вид, заинтересовать ребенка, чтобы это было в красивой тарелочке подано. Какой-то десертик, запеканка, чем-то политый, фрукт положен. Тогда дети лучше едят. Венский вальс, пацаны без конкурса. Фестиваль придает очень высокое значение на уровне города. Культурные программы соответствуют. Именно на таких конкурсах специалисты могут не только себя показать, но и у других поучиться. Большой набор блюд, пять команд. Это и первое, второе, и десерт. То есть, каждый член жюри, то есть, 15 подходов было у него, да. Я сегодня, например, ощутил себя, как будто я попал в какой-то там мишленовский ресторан, где всего много, да, но помалу. Очень высокое качество, на самом деле. Это первый в Самаре подобный конкурс. В дальнейшем он станет традиционным, чтобы каждый мог отстаивать честь своей школы, подтверждая известную истину, что не красна изба углами, а красна пирогами. Олег Зверев, Константин Коловин, События. В нестандартном жанре Самарский академический театр драмы имени Горького показал на фестивале «Золотая маска» в Москве спектакль «История лошади» по мотивам повести Льва Толстого «Холстомер». Актеры выступили на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина. В этом году спектакль представлен национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях. Оперета мюзикл «Спектакль», работа режиссера Сергея Грицай, мужская роль Владимир Морякин, работа художника Александр Орлов, роль второго плана Владимир Гальченко. Для самарских актеров этот спектакль особенно ответственный и волнительный, так как жанр мюзикл хоть и знаком театру, но не является основным. Пожелаем удачи нашему театру и вместе с ними будем ждать результатов. Победители премии объявят 19 апреля. Мальчики взрослеют, но продолжают играть в игрушки. Только эти танки и самолеты собраны своими руками. Моделисты демонстрировали свой арсенал на фестивале «Мужские игрушки-63» самой безопасной выставки боевой техники, репортаж Андрея Горгуленко. Вячеслав Симонов моделизмом занимается больше 10 лет. Собрал множество танков и автомобилей. На изготовление модели уходит разное время, но на фестивале он представил модель, над которой работал почти два года. Я работаю по фотографии, нахожу фотографию какого-то танка и потом уже подгоняю под него модели. Самым сложным было найти все правильные элементы этой модификации и их правильно расположить на модели. Модель – это не просто купить коробочку и собрать. Тут еще нужно очень много знать для того, чтобы сделать это все максимально правильно. Любители конструировать и коллекционировать модели боевой техники объединил фестиваль «Мужские игрушки-63». Танки, самолеты и целые диорамы, выполненные с максимальной точностью и реалистичностью. А для начинающих моделистов устроили мастер-класс, где рассказали о тонкостях работы. Макрил лучше промешать, а потом залезть. Он будет более равномерно выходить. Это просто проверенный факт. Несмотря на то, что сообщество моделистов в Самаре большое, подобный фестиваль прошел в первый, но далеко не в последний раз. Организаторы обещают – встречаться будут четыре раза в год. Многие моделисты друг о друге не знают. Они могут встретиться просто в магазине, и то случайно. Вот как раз наша цель – сплотить все эти сообщества, и чтобы они у нас выставлялись. Мы призываем всех коллекционеров, всех моделистов, чтобы приходили, участвовали, обменились опытом. Самые яркие работы после фестиваля остаются украшать стенды еще полтора месяца. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Самарский взгляд на повседневную жизнь завораживает, впечатляет, вдохновляет. Подведены итоги восьмого открытого конкурса фотографии. В этом году на суд жюри свои работы прислали почти 200 авторов из 17 регионов России и Казахстана. Лучшие фотографии выставлены в галерее «Новое пространство». На церемонии награждения лауреатов конкурса побывала Марина Матвейшина. Туманности и горы, ангелы и балерина. Серия фотографий среди миров – одна из самых красивых и загадочных на выставке. Посетители предполагают, фотохудожник запечатлел причудливые формы облака или дым в небе. Но все оказывается куда приземленней. Трещины на ноябрьском льду. Потому что мы чаще видим это там наверху. Но никому в голову не приходит посмотреть под ноги. Наступить на первый лед на озере и увидеть вот это небо там, в толще льда. В галерее «Новое пространство» почти две сотни фотографий и десятки фотографов. Здесь подводят итоги восьмого открытого городского конкурса «Самарский взгляд». Мы больше стали соответствовать названию нашего конкурса «Самарский взгляд». Очень много фотографий связаны с городом, с жителями города. И что самое интересное, вот этот «Самарский взгляд», называется «Самарский взгляд». Но еще есть некий такой взгляд на Самару и самарца, людей из других регионов. Вы открываете звездный путь российским молодым фотографам. И немолодым тоже. 70-летний победитель в номинации, он омолодел. Он вчера, когда не знал еще об этом, он омолодел. Сейчас я его вижу, он помолодел лет на 10. Авторы представили работы в номинациях «События», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди» и «Повседневная жизнь». И новые в этом году номинации «Город, который любит футбол». За время своего существования конкурс «Самарский взгляд» стал одним из самых престижных среди тех, что проводится в России. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Это были самые заметные события этой недели. Мы желаем вам приятных выходных и пусть дела идут в гору. Всего доброго. До встречи.